и снова всем здравствуйте друзья мои давно уже мы с вами не виделись я полагаю так что дня 4 сегодня у нас суббота 8 08 2020 люблю такие игры чисел 0808 2020 удачный день я так понимаю друзья сегодня я хочу вам дальше рассказать ту историю ту эпопею как я ищу себе квартиры вы знаете интересно очень я немножко тут приостановилась хотя я хожу смотреть квартиры постоянно все что мне предлагается риэлторами все что я нахожу в зуб ли или right move я все это применяю я делаю заявки и мне все это показывать но пока к сожалению только остров уайт опять ну я понимаете подумала что остров уайт я уже несколько квартир посмотрела вот я хочу сразу сказать вам что сейчас я вам показывал шанклин я гуляю здесь это уже пригород между шанклин и сандаун есть такой еще у нас город немножко поближе к райду вот сейчас иду на пляж потому что приехала сюда смотреть очередную квартиру но я вам даже ее не стала снимать и показывать потому что что-то говорят мне люди что им надоело смотреть вы знаете что друзья квартира там как ни странно переделанной старой церквушки церквушка называется по-английски chapel если она очень маленькая если она семейная то называется chapel так вот в такой вот церквушки представляете ли вот эта квартира 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 опять без отопления такие очень толстые стены старый при старый дом но переделали эту церквушку давно уже люди там живут но мне как-то не понравилось я не стала даже вам ее показывать друзья я хочу сегодня о другом я покажу вам квартиру которая действительно стоит того чтобы вам показать эта квартира просто шикарная как получилось что я пошла смотреть эту квартиру как получилось что она такая замечательная прекрасная тут вмешался опять мартин вот давно его не было и вот он снова у нас время от времени с мартиным мы встречаемся мы поддерживаем отношения так вот когда я ему сказала что я вот продала свою квартиру и я ищу сейчас новую он был удивлен почему вдруг что вдруг такое случилось ну а надо сказать что я действительно особенно не рассказывала ему какие-то свои проблемы и трудности в квартире потому что я когда-то его попросила найти может быть мне каких-то знакомых какую-то бригаду может быть как как у нас называлась раньше артели артели по ремонту чтобы мне сделали отопление но он отказался эта история такая давняя но я больше и не стала даже его по этому поводу и напрягать так вот когда я сказала что я квартиру свою продала и что я хочу переезжать туда в портсмут он вообще сначала промо как-то замолчал замолчал потом начал мне звонить вечером почему ты уезжаешь как же так а как же я я говорю ну мартин ты мне не муж мы с тобой даже не живем вместе и такое наше общение какое-то непонятное которое уже практически затухла зачем мы о нем говорить ну я хочу чтоб ты была здесь я не хочу чтоб ты уезжала я говорю ну это твои желания у меня другие совсем желание ты здесь имеешь работу тебе здесь есть друзья прекрасно с дар твой любимый который ты ходишь а у меня здесь ничего такого нет чтобы у меня держала ну и что вы думаете мартин буквально на следующий день или через день он мне звонит и говорит я нашел тебе квартиру просто шикарную такую же как твоя но только с отоплением если ты мерзнешь что там есть отопление и там все окна на юг и в общем квартира супер давай 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 езжай смотри ну вот так и получилось что с легкой руки мартина я поехала смотреть эту квартиру и я конечно же сразу влюбилась квартира и в самом деле оказалась шикарная сейчас посмотрим а я вот остановилась показываю вам вот этот отель называется рыцарский отдых или отдых рыцаря как-то так вот как интересно опять посмотрите он старинный или сделан под старину я даже не пойму но у меня такое впечатление что он все-таки старинный вот этот вот замок но посмотрите у него окна до самого-самого пола до самой земли вот эти вот эркерные окна на первом этаже странно в общем для меня даже он как-то смотрится так непривычно необычно с этими окнами но потому что все-таки раньше конечно все это были маленькие какие-то бойницы скорее всего что он сделан просто под старину а вот посмотрите цветочки как у меня хочу показать вам остановилась немножечко займу еще ваше время перед показом квартиры чтобы вы насладились тоже вот видите написано рыцарский отдых рыцарский отдых называется отель все опять данные кто хочет пожалуйста звоните приезжайте поселяйтесь двухэтажный красивейший старинный замок ну вот друзья рассказала вам историю как все у нас произошло и сейчас я думаю мы с вами будем смотреть уже квартиру эту не отрываясь во всех подробностях я показала дом и справа и слева может быть даже где-то повторялась но мне очень хотелось чтобы вы увидели все-все-все итак поехали вот такой викторианский дом это шантлин вот такая калиточка и дверь супер все сейчас посмотрим вход чудесный полисадничек совсем невысокие такие ступенечки посмотрите как красиво ну вот хочу сразу сказать что эта квартира самая пожалуй лучшая на сегодняшний день из того что я видела вот эта входная дверь сейчас поднимемся посмотрим я вам покажу просто вокруг этого дома как здесь это все выглядит вот это вот такой коммунал гарден как у них называется небольшой видите и наверху все вот это вот верхние эркерные окна везде это помещение как раз квартира которую мы сейчас будем смотреть вот большая комната в этой шикарной квартире туда дальше кухня совмещенная здесь маленький декоративный камин но он электрический обычный и дальше вы видите вход на кухню у них тоже это очень распространено из ситин рум или диннин рум кухня кухня довольно большая даже сейчас вам скажу сколько квадратных метров 3 на 2 6 метров ну неплохо и вот это конечно огромная комната с эркерным окном называется ситин рум у них и девушка мне рассказывает что здесь жила пара а теперь они вы знаете я конечно удивилась я не поняла но они переехали в какой-то мобильный дом но мобильный я вам когда-то показывала не знаю вот бойлер здесь центральное отопление от бойлера также горячая вода это большой плюс ну и дальше мы идем по коридору налево огромная спальня посмотрите какая шикарная спальня двухспальная кровать эркерное окно в головах и тут такие встроенные шкафы тоже но я бы не сказала что шикарный вид за окном это вот как раз те дома напротив но окно дабл глаз двойное остекление окна новые это тоже все играет значение дальше там не выходит как раз эта спальня на центральную дорогу это тоже плюс ну и вот девушка мне показывает вот эти вот встроенные шкафы здесь их огромное количество встроенных шкафов здесь даже место есть для туалетного столика в общем очень большая спальня и смотрим ванную комнату ванная комната совместная с туалетом как обычно здесь тоже огромное место для причиндалов всяких шкаф такой ну тоже все неплохо сделан ремонт и смотрите опять вот я даже девушку позвала ей показала говорю а почему смотрите бойлер а здесь опять это электрический нагреватель на душ почему такое она говорит ну вот англичане вот предпочитают вот так если хотите если вам не нравится можете заменить я говорю ну так конечно заменить это можно только опять же дополнительные деньги ну и она мне говорит что эта квартира всего лишь пять дней как поступила на продажу пока еще они даже не сориентировались это входная дверь я показываю чтоб не забыть вот такой общий коридор вторая дверь напротив тоже квартира на лестничной клетке как это называется две всего квартиры и вот такие лесенка наверх этаж второй ну не так и плохо и вот такой вот выход основной на улицу центральная дорога вы видите машины ездят и девушка сейчас мне покажет там за углом где у них парковка машин и где у них мусор который собирается и потом вывозится это вот в самом конце туда за домом вот такая вот парковочка неплохая спокойная и вот бачки с мусором общие здесь можно также сушить белье все довольно неплохо и вот эти вот окна я показываю вам опять и центральная дверь с другой стороны вот такой дом друзья вот такая квартира второй этаж и здесь опять свободное владение ну считается свободное владение если дают 999 лет аренда это уже получается свободное ну то есть на 5 квартир здесь в этом доме 5 квартир и на каждого делятся все расходы по этому большому дому и получается что если что-то случается то конечно же вы должны сами все делать и ремонтировать крышу там если что-то случилось тут вокруг с территорией все вы сами делаете но говорят что примерно вот сейчас у них получается со страховкой этого дома и со всеми разными сервис чардж они платят 80 фунтов в месяц и это довольно неплохо не очень высокая оплата ну вот я вам показываю еще раз с другой стороны этот дом вообще конечно квартира очень неплохая вот видите окна вот здесь вот слева эркерные окна это как раз эта квартира и слева получается они смотрят как раз на юг а это тоже немаловажно имеет значение потому что Англия сырая и мрачная страна вот тут еще один дом видите другое агентство продает это то агентство Певин помните показывал мне убитую квартиру убитую разбитую самую-самую первую по железной лестнице рамкаться вот это то агентство ну наверное здесь вот этот полностью дом продается и наверное что цена конечно не моя потому что друзья ну вы должны понимать я думаю что я показываю вам не то что вообще такие квартиры здесь плохие убитые конечно же квартиры можно найти любые и можно найти дома шикарные понимаете точно такие же как у нас на Рублевке и модерновые и старинные и всякие разные коттеджи под старину с огромными там садами у реки бывает ну вы же понимаете друзья все по бюджету те дома которые мы бы с вами хотели купить они стоят здесь миллион фунтов стерлингов вот как-то так от 500 короче более-менее нормальный замечательный прекрасный дом недвижимость в Англии вы должны в кармане держать но по меньшей мере 300 это 500 тысяч фунтов тогда есть смысл искать есть смысл смотреть и находить все вот такие вот красивые дома которые я вам показывала когда мы гуляем да так это все от 300 тысяч я показываю вам центр Шанклина посмотрите и вспомните этот угол мы с вами были здесь возле этой церкви мы с вами гуляли когда я вам рассказывала про моего сумасшедшего французского друга Жанна Франсуа поэтому вот квартира здесь это совсем рядом окрестности центр города Шанклин еще раз показываю вам город Шанклин считается для туристов самым красивым и самым лакомым местом на острове Уайт всегда почему-то туристы предпочитают останавливаться именно здесь в Шанклине ну и понятно те красивые места которые я вам показывала набережная это все мы гуляли неподалеку я еще показывала вам здесь Old Village в Шанклине вы помните ну в общем места красивейшие и конечно же я расстроилась что к эту квартиру у меня не хватает денег и когда я сказала об этом Мартину что у меня не хватает денег он мне сказал так а чего ты расстраиваешься у тебя же есть прекрасный выход но об этом я расскажу вам в другом видео а сейчас друзья пока-пока